СОЮЗЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА Сегодня на уроке мы с вами повторим и обобщим знания, которые получили по теме «Союз» как служебная часть речи, и познакомимся с понятием «Союзные слова». Тема сегодняшнего урока актуальна будет для вас в девятом классе, когда вы будете изучать подробно сложно подчиненное предложение и средства связи в нем. А сегодня нам предстоит с вами только знакомство с этим понятием, с понятием «Союзные слова». Что мы помним о «Союзе»? «Союз» — это служебная часть речи, которая связывает однородные члены предложения. Легкий ветерок то просыпался, то утихал. В данном предложении «Союз то-то» связывает однородные сказуемые «Ветерок просыпался, утихал». Обратим внимание на второе предложение. «Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом». В данном предложении две грамматические основы. «Гроза прошла, и ветка дышит». «Союз и» соединяет части предложений в одно сложное. Проанализировав два предложения, мы с вами увидели, что «Союз» связывает однородные члены предложения и части простого в составе сложного. По синтаксической функции союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы — это союзы, которые соединяют два равноправных предложения в составе сложного. Сочинительные союзы делятся на следующие разряды. Соединительные — «И», «Да» в значении «И», 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 «Тоже», «Также», «Не только», «Но и», «Не столько», «Сколько». Противительные — «А», «Но», «Да» в значении «Но», «Однако», «Зато». Разделительные — «И», 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 «То», «То», «Не то», «Не то», «Но», «Пояснительные» — «Именно», «А именно», «То есть», «Или», «Как-то». Присоединительные — «Да», «И», «Также», «А также», «Тоже». Вторая группа — «Подчинительные союзы». Они соединяют две части предложения, из которых одна подчиняется другой. Подчинительные союзы делятся на временные, когда, пока, как, только, лишь, лишь только, едва, изъяснительные, что, чтобы, как, будто, причинные, так как, потому что, ибо, вследствие того, что, в связи с тем, что, целевые, чтобы, для того, чтобы, затем, чтобы, лишь бы, условные. Если, ежели, коли, кабы, раз, если бы, уступительные, хотя, пускай, пусть, несмотря на то, что, сравнительные, как, как будто, словно, точно, подобно тому, как, следствие, так, что. Союзные слова, местоимения и наречия, которые служат для связи частей сложно подчиненного предложения. В роли союзных слов употребляются относительные местоимения — кто, что, какой, который, чей, сколько. Местоименные наречия — где, куда, откуда, когда, как, насколько, почему, отчего, зачем. Главная задача — уметь различать союзные слова и подчинительные союзы. Давайте попробуем. Союзы не являются членами предложения. Союзные слова являются членами предаточного предложения. Например, он сказал, что сестра не вернется к ужину, что союз не является членом предложения. Она не сводила глаз с дороги, что ведет через рощу. Союзное слово «что» — подлежащее. Часто союз можно изъять из предаточного предложения. Поскольку союзное слово — член предаточного предложения, его изъять без изменения смысла нельзя. Например, она сказала, что сестра не вернется к ужину. Мы опустили союз и получили бессоюзное предложение. Она не сводила глаз с дороги, что ведет через рощу. В данном предложении опустить союз «что» невозможно, потому что предложение грамматически будет неверным. На союз не может падать логическое ударение. Логическое ударение падает на союзное слово. Например, я знаю, что он будет делать завтра. После союза нельзя поставить частицы «же» именно, а после союзного слова эти частицы уместны. Я знаю, что же он будет делать завтра. Я знаю, что именно он будет делать завтра. Союзное слово «что» мы заменили местоимением «это» и «наречием». Союзное слово можно заменить указательным местоимением или местоименным наречием. Например, я знаю, что он будет делать завтра. Я знаю, это он будет делать завтра. Я знаю, где он будет вчера. Союзное слово «что» мы заменили местоимением «это» и «наречием где». Мы знаем, ребята, какие слова называются союзные. Мы также узнали, какие части речи относятся к союзным словам. Также мы узнали, как определить союзное слово. А теперь попробуем. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала все небо. Давайте попробуем опустить слово «которое» из данного предложения. Облачко обратилось в белую тучу, тяжело подымалась, росла и постепенно облегала все небо. Вы увидели предложение грамматически неправильное. Значит, перед нами союзное слово. Старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом. Давайте попробуем после «что» поставить частицу. Старик не сумел ответить, что именно он будет делать с кладом. Или старик не сумел ответить, что же он будет делать с кладом. Предложение сохранило и грамматическую, и смысловую значимость. Значит, перед нами «что» в данном предложении является союзным словом. Итак, уважаемые ребята, ваше домашнее задание. Параграф 53, упражнение 322. Вам нужно составить еще два предложения о Крыме так, чтобы слово «что», «когда» в одном предложении были союзными, а в другом – союзными словами. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами познакомимся с одним из самых интересных царств живой природы – царства бактерий. Открытие и изучение бактерий связано с развитием микроскопической техники, так как размеры клеток бактерий в 10, а то и более раз меньше, чем клеток животных или грибов. Впервые бактерии увидел и описал в оптический микроскоп голландский ученый Антонио Ван Левенгук в XVII веке. Луи Пастер открыл болезнетворные свойства бактерий, а Роберт Кох стал основоположником медицинской микробиологии. В 1905 году он был удостоен Нобелевской премии за исследование заболевания туберкулез. В настоящее время изучением бактерий занимается раздел микробиологии, который называется «бактериология». Какими же особенностями характеризуются бактерии? Во-первых, это прокариотические организмы. Что это значит? Это значит, что у этих организмов нет оформленного ядра. Во-вторых, бактерии представляют из себя одноклеточные, липоколониальные организмы. Это также значит, что у них целый организм представляет собой одну клетку. Далее, бактерии – одни из самых первых живых организмов, которые появились на Земле приблизительно около 3 миллиардов лет назад. В настоящее время в природе насчитывается около 10 тысяч видов бактерий. Они обитают во всех средах жизни. И самое интересное, что бактерии очень выносливы и приспосабливаются к самым разнообразным условиям среды. Они могут выживать при высушивании, при экстремально высоких либо низких температурах, кислой либо щелочной среде. Во всех этих условиях они не теряют свои жизнеспособности. С чем же это связано? А связано это с их особенностями строения и процессами жизнедеятельности. Итак, давайте рассмотрим строение клетки бактерий. Клетка бактерий состоит из трех основных частей. Первой частью является так называемый поверхностный аппарат, который представляет собой, во-первых, плазматическую мембрану, которая снаружи окружена плотной клеточной оболочкой. У некоторых бактерий над клеточной оболочкой располагается слизистая капсула. Также к поверхностному аппарату мы относим и органеллы движения, у бактерий это жгутики. Таким образом, поверхностный аппарат клетки выполняет следующие функции. Во-первых, это защитная функция. Во-вторых, связь с окружающей средой. Также он обеспечивает движение, а также придает форму клетке. Вторым компонентом клетки является цитоплазма. Это внутреннее жидкое содержимое клетки. И третий компонент клетки – это наследственный аппарат. Как вы видите на картинке, он не отделен от цитоплазмы какими-то дополнительными структурами и называется нуклеоид. Поэтому мы с вами еще раз уточняем о том, что бактерии – это прокариотические организмы, потому что они не имеют оформленного ядра. По форме бактерии бывают разнообразными. Они бывают шаровидными, их еще называют кокками, к ним относятся стрептококи и стафилококи. Бывают палочковидные – это бациллы, к ним относится, например, кишечная палочка. Бывают изогнутые – к ним относится холерный вибрион. И спиралевидные – примером является спирилл. Что касается процессов жизнедеятельности, то для бактерий, как и для других живых организмов, характерны следующие. Во-первых, питание. По способу питания все бактерии можно разделить на две группы – это автотрофы и гетеротрофы. Автотрофные организмы – это те организмы, которые синтезируют питательные вещества. Если говорить о бактерии, то чаще всего они синтезируют путем фотосинтеза, то есть синтеза сложных органических веществ из неорганических – углекислого газа и воды – под действием солнечной энергии. В процессе фотосинтеза выделяется кислород, который обогащает атмосферу. Гетеротрофные бактерии питаются уже готовыми органическими веществами. Их также можно разделить на несколько групп. Это паразиты, причем встречаются как паразиты растений, так и животных и человека. Симбионты, то есть те, которые живут в взаимовыгодном сожительстве с другими живыми организмами. И сапротрофы. Они разлагают остатки растений, грибов, животных. К ним относятся гнилостные бактерии. Следующим процессом жизнедеятельности, характерным для бактерий, является дыхание. По способу дыхания все бактерии разделяются на те, которые используют кислород в процессах своей жизнедеятельности, и те, которые не используют. Использующие кислород в процессах своей жизнедеятельности бактерии называются аэробы. А те, которые не используют, называются анаэробы. Размножение бактерий происходит путем деления клетки надвое. Причем происходит это очень быстро, в благоприятных условиях, каждые 20-30 минут. Также для бактерий может быть характерен и половой процесс. Он представляет собой обмен наследственной информацией. И этот обмен наследственной информацией придает колониям бактерий устойчивость к неблагоприятным условиям. Следующий процесс жизнедеятельности, который характерен для бактерий, это переживание неблагоприятных условий. Происходит это в состоянии споры. Спора у бактерий – это частично обезвоженная клетка, которая покрыта плотной оболочкой. Помимо функции переживания неблагоприятных условий, спора выполняет также функцию расселения. Хочу обратить ваше внимание на то, что споры у бактерий ни в коем случае нельзя путать со спорами у мхов, хвощей, плаунов, папоротников и грибов. У этих организмов спора выполняет функцию размножения, то есть это клетка без полого размножения. У бактерий же спора – это способ переживания неблагоприятных условий. Что касается значения бактерий в экосистемах и в жизни человека, то здесь нужно отметить следующее. В экосистемах бактерии, во-первых, разрушают органические вещества до неорганических и делают это сапротрофным, участвуют в процессах почвообразования и, конечно же, являются важнейшим звеном в круговороте веществ в природе. Если говорить о значении для человека, то здесь можно определиться следующее. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Начинаем с положительным. Это приготовление молочно-кислых продуктов с помощью молочно-кислых бактерий. Нужно отметить клубеньковые бактерии. Клубеньковые бактерии вступают в симбиоз с бобовыми растениями, такими как клевер, люцерна, горох. Они образуют на корнях клубеньки и, таким образом, переводят в атмосферный азот в доступное для растений состояние и, обогащая почву, повышают ее плодородие. Также некоторые симбиотические бактерии встречаются в кишечном тракте у человека и животных и обеспечивают нормальное пищеварение. Также бактерии используются для производства лекарств и очистки сточных вод. Что касается отрицательного значения, что здесь необходимо отметить, что, во-первых, бактерии способны портить продукты питания, к ним относятся гнилостные бактерии, а паразитические бактерии вызывают болезни растений, животных и человека. К ним относятся, например, дизентерия или болезнь грязных рук, которая вызывается дизентерийной палочкой, холера, которая вызывается холерным вибрионом, туберкулез, который вызывается палочкой коха или туберкулезной палочкой. Ну а некоторые бактерии непосредственно не вызывают заболевания, но способны выделять продукты питания ядовитые вещества, таким образом негативно влияя на организм человека. Это, например, бактерии ботулизма. Как же бороться с патогенными бактериями? Ну, во-первых, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Во-вторых, очень хорошо воздействуют вакцинации. Далее, негативно на бактерии воздействуют ультрафиолетовые лучи. Негативно также воздействуют на бактерии и температура, как высокая, так и низкая. Ну и, конечно, даже дезинфицирующие средства. Но если же все-таки человек, либо животное заболело, его необходимо лечить. И вот есть химические препараты, которые воздействуют на бактерии, либо уничтожают их, либо препятствуют их размножению и используются для лечения бактериальных инфекций. Они получили название антибиотики. История открытия антибиотиков очень интересна и очень противоречива. И я попрошу вас дома самостоятельно ее изучить. Единственное, о чем я скажу, что открыты они были приблизительно 100 лет назад, а именно в 1928 году Александром Флемингом. Таким образом, домашним заданием у нас с вами будет параграф 49-й. И дополнительно вы самостоятельно разбираете вопрос истории открытия антибиотиков. Спасибо за внимание. Урок закончен. Здравствуйте, дорогие семиквастники. Сегодня мы начинаем с вами уроки по программе «Литература». Первым произведением, о котором мы будем с вами говорить, является рассказ Федора Абрамова «О чем плачут лошади». Федор Абрамов родился 29 февраля в селе Веркало, Пенижье, Архангельская область. Был младше из пятерых детей в семье. Рано потерял отца, вынужден был прежде времени подрослеть. Уже в 6 лет взялся за косу, чтобы помочь старшим сестрам и братьям. Никто из детей не сумел получить образование. Наверное, поэтому Федор Абрамов так ценил возможность учиться в школе. И несмотря на то, что он сменил несколько школ, все равно всегда оставался одним из самых лучших учеников. В 1938 году Федор Абрамов с отличием закончил школу и без экзаменов поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Но не смог закончить образование, поскольку в 1941 году ушел на фронт, досрочно сдав экзамены, чтобы хвостов не было. Был дважды ранен. Первое ранение легкое в руку, а вот второе было намного сложнее. В бою, в котором выжили немногие, ему прострелили обе ноги. Поэтому и вернуться на фронт он уже не смог. В августе 1945 года по просьбе ректора Ленинградского университета он был демобилизован для продолжения учебы. С этого времени вся его жизнь связана с Ленинградским государственным университетом, литературой и родной Пиннигой. Пиннига – это река, на которой находилось родное село Федора Абрамова. Сам он так говорил о себе. Всеми своими корнями, как писатель, я связан, конечно, с пиннижской землей. Федор Абрамов – писатель-деревенщик, поэтому главными героями его произведений становятся простые люди, близкие к природе, близкие к земле. А иногда главным персонажем становится сама природа. Невозможно представить Россию без тройки лошадей. Тройка, запряженная серыми орловцами, своеобразный символ русской истории, неизменный атрибут национальных гуляний, свадеб, Рождества. И именно лошади становятся главными героями его рассказа. Композиция произведения необычна. Это рассказ в рассказе. Воспоминания о прежней жизни лошадей вплетены в нить повествования о дружбе человека и лошади. В экспозиции дается описание природы, которая для главного героя, рассказчика, является отражением его далекого детства. Мир пахучих трав, стрекоз, бабочек и, конечно же, мир лошадей. Но совсем противоречивые чувства вызывают у него эти лошади. С одной стороны, они волновали, радовали его крестьянское сердце. Но с другой стороны, чаще всего, они вызывали чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними. Именно с этой вины и начинается завязка произведения. В чем причина этого чувства? Конюх иногда день и ночь не заявлялся к лошадям. Трава вокруг изгрызена и выбита дочерно. Они постоянно томились, умирали от жажды. Их постоянно донимал гнус. Вечерами клубился над ними комар и мышкара. Нелегко жилось беднягам. И главный герой, как и другие его односельчане, часто приходил к лошадям, чтобы подкормить их или просто приласкать. Как же переживают трудные времена лошади? Они ведут себя так же, как и люди. Иные сдаются и становятся какими-то неряшливыми, опустившимися, с невыльнилой клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре. Но всем этим лошадям противопоставляется одна – Рыжуха. Кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер – норовистость молодости. Но в этот раз она ведет себя совсем по-другому. Сегодня Рыжуха не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла неподвижно, окаменело, истово, как умеют стоять только лошади и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и лошадей. С этого начинается развитие действия. У нас тут спор один был о лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете. Они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной. Рыжуха рассказывает о прекрасных легендах, услышанных ею от старой кобылицы, о прекрасной жизни лошадей в прошлом. Но остальные лошади реагируют со злобленностью. Вранье все это, брехня, замолчи, не расстравляй нам душу. И так тошно, тошно. Разве это то чувство, которое могут испытывать животные? По Абрамову выходит так. Кульминации рассказа становится вопрос Рыжухи, который она обращает к человеку. Скажите мне, вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами. Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо. Не соврала ли мне старая кобылица? Не обманула? Рассказчик видит, как с мольбой подняла на него свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза Рыжуха. Ему чудится, что отовсюду, со всех сторон на него смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас его. И в этот момент он понимает все. Все правильно говорила старая кобыла. Ничего не соврала. Были, были такие времена. И были еще недавно. На его памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба. Мы-то как-нибудь выдержим. Мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. Он вспоминает, что первой игрушкой крестьянского ребенка был деревянный конек. Деревянный конек украшал и крышу дома, становясь его оберегом. На двери висела подкова для того, чтобы принести удачу. Конька на прялке вырезал жених для своей будущей невесты. Конь был с человеком всегда. И в поле, и в бою. Вспомните былинных героев на конях. Вспомните коней, запряженных в тачанку во время Великой Отечественной войны. Вспомните коней, везущих жениха и невесту в церковь, а усопших на погост. Все конь, все от коня, вся жизнь крестьянская с рождения до смерти. Вот к какому выводу приходит рассказчик. Но что же изменилось? Раньше кони были корьки и корюхи, воронки и воронухи, гнетки и гнедухи. То есть кличка отражала саму суть коня. Вороной, поэтому и воронок. Гнедой, поэтому и гнедок. А сейчас? Клары, громы, идеи, победы, ударники, звезды. Все эти клички пришли с новой идеологией. А вместе с ней на крестьянскую землю пришел и трактор. И лошади места не осталось. Переосмыслив все, герой должен дать ответ лошадям. Но какой ответ они получают? Ну-ну, хватит киснуть. Хватит забивать себе голову всякой ерундой. Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется. Торопливо бросил на лук давно приготовленный кусок хлеба. С той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку. В этом деле без банки нам все равно не разобраться. Глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой развязной походкой, двинулся к реке. Он сбежал. Вместо того, чтобы помочь, поддержать, посочувствовать, просто сбежал. Громко, быстро, с бровадой. Когда он обернулся на лошадей, осознав, что совершил, он почувствовал, как тоска. Тяжелая лошадиная тоска навалилась на него. Пригнула к земле, и вскоре уже он сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы. В этом рассказе происходит необычное. Лошадь становится похожа на человека. Лошадь может задать вопрос человеку. А человек трусит. Всесильный человек вдруг понимает, что ничего сделать в этой ситуации не может. Все, что он бы мог сделать, это только посочувствовать. Но сочувствие-то он и не проявил. Мы встречались уже с образом лошади при изучении стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Какова же роль человека в этом произведении? В стихотворении Маяковского рассказчик подходит к упавшей лошади со словами сочувствия. «Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь». И в этот момент происходит трансформация. Лошадь почувствовала, что она не одинока, вдруг становится счастливой. И все ей казалось. Она же ребенок. И стоило жить. И работать стоило. В рассказе же Абрамова человек не смог посочувствовать лошади. И тогда он вдруг стал понимать, что совершил что-то непоправимое, страшное. Что обманул рыжуху. Обманул всех этих несчастных кляч и доходяк. И что никогда, никогда уже у него с рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор. Так о чем плачут лошади? Лошади плачут о былых временах, когда их любили, холили, берегли. Рассказчик не ответил искренне на вопрос рыжухи. Не сумел взять на себя ответственность за содеянное человека. Не принял в свое сердце ее боль и беду. Лошади словно понимали, что никак не могут изменить своей судьбы. И рассказчик, не сумев взять на себя ответственность, понял, что он тоже из тех существ, от решения которых ничего не зависит. Он почувствовал свое бессилие изменить жизнь. И от этого на него навалилась тяжелая лошадиная тоска. Тоска безысходности. Образ лошади встречается еще в одном произведении поэме Сергея Есенина «Сорокоост». Предлагаю в качестве домашнего задания сравнить два этих произведения и найти общее и отличное в изображении лошади в литературе XX века. Удачи в выполнении домашнего задания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова